Всем привет, меня зовут Аскар, с вами канал IT Verdict, и прежде всего я хотел извиниться за долгое отсутствие. Дело в том, что я был сначала простужен, после произошла заминка при записи одного из выпусков, вследствие чего он так и не вышел, поэтому сейчас в удвоенном темпе постараюсь выпускать полезный и интересный материал для вас. Итак, поехали. Уже достаточно давно я хотел сделать видео про USB-хабы, и хотел сделать этот выпуск похожим на выпуск про вертикальные мыши, то есть рассказать о некоторых нюансах, которые многие не учитывают при покупке подобных устройств. Для начала перечислю устройства, о которых пойдет речь. Первое устройство — это совсем старенький USB 2.0 хаб на 4 порта. Второе устройство — это еще один простенький USB 2.0 хаб на 4 порта, который к самому обзору я, к сожалению, не нашел, он потерялся где-то в квартире. Третье устройство — это уже купленный относительно недавно USB 2.0 хаб и снова на 4 порта. Четвертое устройство — это уже USB 3.0 хаб, купленный также совсем недавно и также на 4 порта. Пятое устройство — это брендовый USB 3.0 хаб от Арика на 7 портов. Конечно же очевиден тот факт, что каждое следующее устройство дороже предыдущего, и наверняка каждый из них должно найти своего покупателя и имеет свою область применения, но это не совсем так. И чтобы понять, о чем идет речь, я очень вкратце расскажу о различиях между USB 2.0 и USB 3.0 портами. Помимо очевидного различия в скорости передачи данных, о котором, я думаю, каждый знает, есть еще один очень немаловажный фактор, который необходимо учитывать при выборе устройства — это сила тока, который способен выдавать порт. Да, возможно, многие из вас уже поняли, к чему я клоню, но я все же объясню. Дело в том, что каждое устройство, подключенное по USB, требует свой ток. У каждого устройства он разный и обусловлен различными параметрами. Например, те же внешние диски могут требовать ток более чем 500 мА, однако USB 2.0 порт, к которому подключен хаб, способен выдавать не более 500 мА. И соответственно, что это значит? Дело в том, что если очень упростить, мы получаем ситуацию, когда подключенный внешний жесткий диск съедает практически все ресурсы, которые способен выдавать USB-хаб. И тем самым, если мы подключим в оставшиеся свободные порты какие-либо устройства, они попросту не получат необходимого тока и, соответственно, не будут определены системой. Именно этим объясняются ситуации, когда у нас есть USB-хаб на четыре порта, при этом один порт свободен, а в три подключены устройства. Тем не менее, система видит только два устройства или вообще одно. Это все просто потому, что суммарно потребляемая сила тока этими устройствами значительно превышает ту силу тока, которую способен выдать сам порт. Что же касается USB 3.0 порта, то здесь ситуация гораздо лучше, так как порт способен выдавать до 900 мА. Этого вполне хватит для подключения среднего жесткого диска и парочки устройств ввода. Однако, когда мы берем USB 3.0 хаб, мы скорее всего рассчитываем на высокие скорости и на подключение не каких-либо мышек или геймпадов, а скорее всего для подключения тех же внешних жестких дисков или каких-либо накопителей, которые требуют значительный ток. И потому, даже на USB 3.0 хабе мы можем получить недостаток тока для всех подключенных устройств. Именно поэтому правильные производители хабов дают возможность подключить к своим устройствам дополнительное питание, которое позволит использовать все порты в полной мере и ориентироваться лишь на скорость порта. В пример я приведу четвертый и пятый хаб, о которых я упоминал ранее. Четвертый хаб пришел мне с хорошим проводом, аналогичным тому, что используется для подключения внешних жестких дисков от Western Digital. И более того, разработчики учли вероятность того, что тока может попросту не хватить, и потому на устройстве есть разъем для подключения дополнительного питания. Да, к сожалению, блок питания не идет в комплекте, но его всегда можно докупить в случае необходимости. Тем более, что сам хаб стоит более чем дешево для такого устройства. Что же касается пятого хаба от Арика, то тут аж целых 7 портов, и блок для дополнительного питания идет сразу в комплекте, что не может не радовать. Лично для меня этот хаб оказался настоящим спасением, поскольку в моем маленьком корпусе очень мало USB портов, а у меня только звуковых карт, подключенных к компьютеру 4 штуки. Поэтому дополнительные 7 портов мне пришлись как нельзя кстати. Так что, друзья, советую очень тщательно подходить к выбору электроники и даже к выбору таких казалось бы простых вещей, как USB хабы, и не выкидывать деньги попусту. Суммируя все вышесказанное, сделаем следующие выводы. Первое. Учитывайте, какие устройства вы планируете подключать в хаб. Второе. Естественно, нет смысла брать USB 2.0 хаб для использования с портом USB 3.0. И наоборот. Третье. USB хаб – это устройство, которое постоянно подвергается физическому воздействию. Вы постоянно то подключаете, то отключаете флешки, другие устройства. И поэтому, беря хаб, обязательно обращайте внимание на качество сборки и то, насколько надежно собраны порты. Четвертое. Беря USB 3.0 хаб, советую все же брать хаб с подключением внешнего питания, либо хотя бы с возможностью это сделать, если вы только не планируете подключать к нему лишь легкую периферию. И последнее. Не старайтесь сэкономить прям по максимуму. И это касается не только USB хабов, а абсолютно всех устройств. И дело не в том, что экономия это плохо, а дело в том, что люди, к сожалению, склонны с ней перебарщивать. И потом они сидят и на столе у них 5 USB хабов. Ну вы поняли. И на этом все. Надеюсь, этот выпуск был для вас интересным, для кого-то даже полезным. В любом случае это был не обзор данных устройств, а скорее попытка рассказать о том, с какими подводными камнями можно столкнуться при их покупке. И да, эти и многие другие компьютерные устройства вы найдете в нашем магазине. Ссылка будет в описании. В любом случае, спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал, оценивайте видео, так как считаете нужным, положительно или отрицательно. Пишите в комментариях, о каких проблемах с USB хабами сталкивались лично вы. И увидимся с вами в новых выпусках. С вами был канал Antiverdict. Пока! Дорогие друзья, если вы покупаете электронику в китайских магазинах, то очень рекомендую посетить созданный нашим каналом агрегатор товаров. Он располагается на странице ВКонтакте, где вы найдете только лучшие товары от крупнейших китайских торговых сетей. При этом мы избавим вас от многократных повторов одного и того же товара и от недобросовестных продавцов. Из функций вы сможете подписаться на интересующую вас рубрику, оставить заявку на поиск интересного вам товара, а также вы сами сможете найти интересующий вас девайс через поиск по рубрике или в каталоге товаров. Мы будем рады вашей поддержке. Субтитры создавал DimaTorzok